Владимир Ружицкий провёл встречу с жителями в режиме онлайн. Планы по благоустройству парков, подготовка округа к новогодним праздникам и распространение коронавирусной инфекции стали главными темами удалённого совещания. Разговор с люберчанами глава округа начал с обсуждения главной темы уходящего года. Владимир Ружицкий озвучил статистику заболеваемости ковидом, данные по загруженности больниц и напомнил о режиме самоизоляции тем, кто в группе риска. Сегодня хотелось бы сказать слова огромной благодарности всем нашим медикам, это врачам, медсёстрам, все, кто сегодня занимается лечением, все, кто сегодня, по сути, находится на боевом посту, поэтому всем врачам ещё раз говорю спасибо. До Нового года остаётся чуть больше месяца. Сразу несколько вопросов жителей были связаны с проведением ёлок. В этом году детские праздники будут проходить в особом формате. В силу эпидемиологической ситуации не предполагается проведение новогодних мероприятий и сказок. Если позволит погода и, если возможно, будут небольшие группы, это только на открытых территориях в парках. Часть встречи была посвящена благоустройству мест отдыха в округе. Глава Люберец отметил преображение территории Малаховского озера и работу по реновации Наташинского парка. В планах обустройство ещё 14 рекреационных зон. В каждом посёлке будет своя зона отдыха, поэтому в Красково это Коренёвский карьер. Также планируем обустроить парки «Парк Марусина», «Парк Победа» и «Берёзовая роща Коренёва». Что касается посёлка Октябрьский, создание парка «Лесная пушка». В завершении встречи Владимир Ружицкий поблагодарил всех, кто задал свои вопросы. Все они зафиксированы в протоколе собрания и приняты в работу. Александр Колганов, Сергей Гвоздев и Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.